всем добрый вечер мы с вами на барсе меня зовут май гуринович и у меня в гостях сегодня победитель первенства россии и европы по вольной борьбе елизавета крылова лиза привет здравствуйте очень рада тебя видеть ты наша вообще звезда потому что не то что в женском в женской вольной борьбе а вообще в вольной борьбе в нашем регионе никто таких высот не достигал золото не брал на чемпионате европы на минуточку как что тебя вдохновляет наверное не заставляет а именно вдохновляет заниматься таким серьезным видом спорта и столько уже лет вдох вдохновляет наверное мечта вот моя мечта поехать на чемпионат мира и конечно олимпийские игры попасть вот а так мне удалось только побывать на первенство европы и стать там первой так очень бы хотелось поехать на первенство мира представить наш регион наш да вообще здорово как ты конечно всем интересно как ты пришла именно в вольную борьбу почему ты выбрала этот вид спорта откуда это все потому что я знаю что с гимнастики начинала с художественной гимнастикой изначально я занималась художественной гимнастикой вот но в гимнастике у меня не получилось вот и принципе тогда в этот период было лето и я сидела дома ничего не делала но в спорт какую-то хотелось да и в спорте хотелось как бы чем-то заниматься чтобы просто дома не сидеть вот и мой отец знал константин юрьевич это сейчас мой тренер по вольной борьбе фамилия константин юрьевич патраков вот он знал моего тренера и как бы он позвонил ему и спросил константин юрьевич чем можно занять он константин юрьевич предложил в конкобежный спорт вот это сразу борьбу да 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 я подумал что девочка зачем ей борьба да вот это как бы было все в одной школе спартак номер восемь и он как бы предложил на конкобежный спорт это был тогда городской лагерь вот и я бы ходил занималась на роликах наверное летом туда ну да бегали нарезали круги вот а у меня конкобежный лагерь заканчивался в четыре часа дня вот а если заканчивая там 6 7 поэтому мне приходилось подниматься наверх где-то где тренировались борцы вот это тебе сколько лет было мне было 78 лет так вот где тренировались борцы сидела на это все смотрела и в один момент константин юрьевич предложил мне позаниматься да попробуйте вольной борьбе я согласилась ну конечно там первый год и там ничего не делала там с мальчишками бегала кувыркалась физическая называется подготовка потом уже через два года я уже начала изучать какие-то приемы так уже знала какие-то приемы и меня отец начал возить по соревнованиям то есть уже из конкобежного спорта что я уже да все мне кстати не рыч забрал я все вольная борьба я слышала что он увидел огонек прям в твоих глазах и что это редко бывает что за гонюк ты вот со своей точки зрения расскажи про не знаю наверное я когда в вольную борьбу пришла мне понравился наш коллектив вот я одна девчонка среди мальчишек конечно и мне очень понравился коллектив и там все мальчишки у нас добрые мир сразу как за союзе приняли поэтому все окей вот огонек в глазах вот когда огонек появился наверно в глазах когда я выиграла первое соревнование вот когда я почувствовала что офигеть так круто вот папа возил меня везде по соревнованиям вот и я начала приносить результаты у меня каждое соревнование были первые места вот и уже константин юрьевич тогда понял что вот это да была соперница одна алиса сиротина я все детство проигрывала все детство свое проигрывала то есть я мечтала всегда ее выиграть она не из иванского нет она воронежская вот я всегда мечтала выиграть все детство как бы проигрывала и то есть даже на новый год желание загадывала чтобы выиграть на день рождения загадывала вот прошел год вот я ну как бы проигрывала весь год и прошел прошел год-полтора и я я и выиграла на соревнованиях и все тогда я почувствовал что я просто я полюбила сразу вольную борьбу еще сильнее ну и ты прямо погрузилась в этот вид спорта и другие вообще не рассматривал да да когда я выполнила цель выиграть эту девчонку все я сразу это сколько лет прошло после того как ты начала заниматься борьбой прошло семь лет а вот до этого то ты как ну так из-под палки что ли или просто не было для себя так занимался я не понимал еще у вас ведь там наверное соревнования не сразу начались так ты ходил как бы для себя так секцию да общее физическое с мальчишками на звезда да да ну отлично а после десяти лет начались соревнования после десяти лет начались соревнования да я выиграла эту девочку и все и тогда я поняла что я очень хочу заниматься вольной борьбой а почему именно вольной борьбой там же есть много всяких вот видов ты не рассматривал там дзюдо самбо там кстати девочек-то побольше по моему да но не знаю насчет девочек но у нас в россии очень много девочек по воле борьбе вот если со всей россии собрать очень много девочек это просто у нас ивановская область я одна единственная по вольной борьбе вообще 1 вообще вообще 1 а вот с тех пор как ты пошла еще младше сестра занималась вот она прибавилась девочек не стали приходить вслед за тобой да ну приходили некоторые но они не надо да вот занималась моя младшая сестренка она тоже художественной гимнастикой занималась вот и потом решила тоже на борьбу прийти вот я с ней съездила на соревнования на ее первое там стала третья и сказал что больше заниматься не будет она сразу 1 до на соревнованиях да потому что я наверно тогда и наругала сильно то я максималист она проиграла она очень расстроилась но не педагогично ты вот поступила да ну да это была моя ошибка ну что она еще вернется или уже но и вообще она такая ей нравится борьба такая все белые пушистые ну да наверно а дома со мной она как бы не белая пушистая у вас две сестры из детей в семье да я и моя младше сестра а как ее зовут саша саша привет давай возвращайся в борьбу может быть все получится как родители отнеслись вот к этому то есть папу у вас спортивная семья вообще нас к твоему выбору я думаю на спортивная семья у нас как бы все живут спортом но они спортом это работа или это хобби у родителей наверно хобби да папа все детство занимался разными вообще видом спорта то вообще разными самбо дидо баскетболом всем занимался вот а мама как бы она знала с плаванием в детстве и так для себя в зал ходит ну то есть они как бы соревнованиях особо так не как ты такого не было вашей семье да ты первые кроме спорта что-то есть в твоей жизни или ты вообще только тренируешься и не представляешь себе да нет ну я конечно тоже отдыхаю вот но я бывает могу погулять не есть подружка тоже одна единственная подружка который из города иваново вот полина кукушкина вот мы с ней как бы тоже гуляем но это тоже происходит не так часто потому что у меня тоже тренировки и я устаю поэтому это происходит не так часто но какая-то другая сфера интересов тебя что это интересует кроме борьбы или прям вот я люблю рисовать вот всякие картины там по номерам раскрашивать люблю вот здесь все-таки переключаешься говорить об образовании вот в будущем ты кем себя видишь по спорту я вижу себя тренером вот и хочу тренировать ну как бы хочу набрать свою команду девочек вот и очень бы хотелось как бы женскую команду ну девчачьи команд но пока что конечно девчонок хотелось бы но мальчишки тоже привет да вообще я бы хотела набрать команду детей у которых сложилось ну неблагоприятная жизнь да плохая не хорошая судьба вот и трудных подростков вот чтобы показать им что вообще другой мир мир спорта вот может быть они будут каким-то известными потом чемпионами кстати немало примеров когда вот из неблагополучных да мне бы очень хотелось да тебе же приходится ты если ты вообще одна в нашем регионе вольной борьбой занимаешься тебе приходится с мальчишками ну уже со взрослыми там юношами бороться но когда ты начинала как это было вы все там друзья то горяч был хороших отношениях да как все равно как-то ну не не просто наверное выйти на ковер и мальчики сразу на тебя набросили ну может на тренировках только а на соревнованиях то есть девчонками на тренировке конечно ними все жалеют да вот друг с другом то они все так жестко борются а со мной где-то там не придержать там поймать меня ну а это тебе не расхолаживает как-то ты же должна нет это не менее наоборот как будто поддерживают чтобы я больше работала вот просто они берегут меня как настоящие джентльмены не должно быть если говорить о соперниках о соперницах ты как ты просчитываешь видишь что ты можешь победить ту или иную или как это цепь или это прямо на ковре происходит вообще заради нельзя просчитать соперницу выграю я или или нет как бы все бывает на ковре все что угодно может случиться вот но когда ты уже выходишь на ковер то тогда уже ты все понимаешь наверное силу воли надо да как-то концентрация это вот немаловажно да силу воли это очень важно конечно да силу воли даже вот таких моментов когда нужно придержать вес пред соревнованиями где-то не попить что-то не скушать ну конечно я себе тоже делаю поблажки покушать я тоже люблю макдону во вкусной . например это все девчонки на сборной это любят но конечно вот перед соревнованиями конечно вот приходится ограничивать себя во многом вот весовую категорию даже весовую категорию войти вот а так в обычной жизни я считаю у нас все девчонки сборной россии мы все очень любим любим покушать особенно на сборах когда мы все вместе встречаемся сразу заказываем себе кучи еды вот а спать спать как бы само по себе так происходит что из-за того что мы устаем мы ложимся спать особенно на сборах то есть мы встаем в 8 утра вот делаем зарядку после зарядки идем на завтрак и потом в 10 утра уже тренировка с 10 до 12 тренировка потом мы обедаем и следующая тренировка в 4 5 вот и и в баинке да и мы сразу спать ложимся слушайте вас как в детском саду режим похоже дочку вашу ну здорово ты как нормально к этому да мне очень нравится на сборах вот у нас сейчас к сожалению отменили сборы вот я сейчас должна была ехать на сборы 10 числа отменили или перенесли что отменили не получилось сделать сборы к сожалению вот а так я бы очень хотела уже поскорее на сборы к своим девчонкам а сколько раз в году это про эти вот сбора очень много мне кажется в году сборов 6 от 6 до 8 может быть часто да а когда ты со сборов приезжаешь домой тебя вот этот режим сна и отдых до меня меняется но я думаю когда дома я всегда сплю днем все равно да что организм восстановиться да вот а питание питание в принципе ну мы так как бы не особо себя сдерживаем в обычное время а вот перед соревнованиями приходится сдерживать а в обычное время жизни нет я считаю что вольная борьба вот она делает девчонок фигура только лучше вот что есть такие кто-то говорит что вольная борьба вот и будьте там раскаченные девчонки будет некрасиво на самом деле у нас все девчонки сборной россии все девчонки все мои подружки они все очень красивые фигуры у нас замечательные все мы только комплименты получаем ну все конечно мы такие крепенькие девчонки ну конечно там переворота но фигура у нас в принципе у всех хорошие нет очков каких-то перекаченных но это вообще же не так вот положа руку на сердце вот для обывателя даже мужской вид спорта казалось бы да не изначально возможно да это было мужской вид спорта вот но сейчас это и женский тоже потому что девчонки рубятся на ковре не хуже мальчишек а вне ковра тебе доводилось применять применять свои вот эти навыки нет никогда в жизни я не не применяла вольную борьбу в обычной жизни ни с кем ну какую-нибудь борьбу не приняли не было у тебя таких эксцессов вообще никогда там конфликтов с одноклассниками может быть там школе ну где я не просто про конфликты где приходилось применить вот эти элементы нет никакой никогда не применяла обычно драки это не мое почему-то в обычной жизни там я не могу драться я очень эмоциональный человек я не могу там кого-то ударить все такое а вот когда профессионалы ты выходишь на ковер то тогда это уже другое тоже перевоплощаешься да да а вот просто вот в обычной жизни драться это вообще не мое а вот приводит обычно детей родители в какую-то секцию там в кружок в любой там не обязательно спортивный в любом случае это выбор родители как долго надо ждать чтобы понять это ребенку нужно или нет как вот ты посоветуешь или вы там ну знаешь длинница же иногда детки конечно же сама совсем недавно можно сказать была ребенком поэтому скажи вот вот честно говоря ну я конечно я сама пришла в вольную борьбу я сама выбрала этот вид спорта у тебя так получилось сложились да у меня просто так обстоятельства сложились вот ну конечно мне тоже были моменты когда я хотела все бросить мне было ленить и на тренировки но благодаря своим родителям я очень благодарна своим своим папе и маме за то что тащили меня на вольную борьбу можно было сказать все таки приходилось да приходилось но это мне думаю каждого спортсмена было когда уже ну лень вот просто устала устала да и поэтому благодаря маме отцу получается я стала чемпионкой если бы они меня тогда не не тащили на борьбу неизвестно занималась бы сейчас чем-то или нет ну да но они долго как долго надо тащить даже может быть у некоторых и не надо этим заниматься ну да может я думаю что все таки ну понятно когда начинает заниматься в течение сколь там пара месяцев понятно что это его или него да ну конечно пара месяцев я вот ничего не делала по мне было непонятно буду борцом или нет вот но то есть тебе еще это ты не 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 вошла во вкус да не поняла даже сама для себя я вот когда дублина даже когда на соревнования ездила я не понимала я вообще борец нормали или нет да вот я не понимала этого вот только после первенства россии это поняла вот когда эту девочку победила да нет это девчонка выиграла когда маленькая еще в 12 лет я съездила первая на первенство россии вот и уступила до финале девочку из иркутска девочки из иркутска уступила вот саше березовской я стала второй те наверное это не понравилось да я очень долго почему я проиграла не понимал и ты дальше да да опять поехала вот и ну я попала соответственно я попала в сборную россии где трюйца все девчонки мне было 12 лет я конечно офигела да да сборной да не так как здесь одна мальчишки там все по-другому ты там цветочек звездочка они тебя тут берегут и как а в сборной как сборной конечно было сначала тяжеловатым как бы все девчонки так мы все ради девчонки все выгода и все так кто-то ссорился кто-то это про кого-то что-то говорил вот первый конечно первый сбор был тяжело для меня эмоционально ты имеешь ввиду или на эмоционально потому что я тоже такая характерная девочка и не могла где-то промолчать там со старшими прилетала с девчонками которые были уже давным-давно в сборной вот конечно для меня это был эмоциональный сбор так еще мои мальчишки с которыми вот я в зале они мне говорили ты попал сборной россии смотри там там надо короче каждый сам за себя там будут с тобой драться лезть ты там смотри вне ковра да 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 то что там будет все так все такое да жесткая обижать это все будут типа держи там планку не давай себя в обиду вот это да и приехала такая да да вот конечно я до сих пор вспоминаю смеюсь с этого но потом конечно же на втором третьем сборе мы все девчонками подружились вот и в принципе по сегодняшний день мы все дружим с мальчиком кашни больше нравится заниматься чем девочками да а почему ну на мальчиков я думаю что мальчики на мальчиках я расту вот чем на девочках но они как бы более сильные собирают более сильные и ты сама раз сама да благодаря благодаря моим мальчишкам можно сказать я стала чемпионка первенства европы и россии благодаря ним я думаю потому что я всю свою жизнь работала только с ними благодаря ним я попала в сборную россии в 12 лет ты вообще благодарна человек потому что спасибо родителям спасибо значит мальчишкам молодец давай поговорим про характер твой вот какую какое значение имеет характер в том чтобы стать чемпионом достигать и расскажи про свой характер какой-то особенный человек должен быть чтобы вот да ничего такого особенного не должно быть конечно но важно в характере это трудолюбие вот сдержанность вот но и сдержанность контролировать эмоции да 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 вот и ну как сказать чтобы с характером что ли было что чтобы не не останавливаться на достигнутом когда хочется все бросить надо вот мой характер я не знаю ну я очень эмоциональная но мешает это или помогает в спорте в какой в какой-то степени даже мешает перед перед схваткой я очень нервничаю вот мне кажется я больше всех нервничать на соревнованиях на меня три распакают говорю что все так нервничают но я очень сильно переживаю перед схваткой но когда я выхожу на схватку все хорошо становится я выдыхаю вот благодаря характеру я много я выиграл я считаю благодаря своему характеру я выиграла первенство европы вот потому что я боролась с девочкой из греции и я проигрывала есть со счетом 1 1 вот и благ и оставалось 12 секунд и благодаря я считаю благодаря своему характеру я выиграла за я забрала свои два балла за пять секунд до конца встречи и после 3 схватки вот это за выход финал я за выход в полуфинал я поняла что я стану чемпионка европы потому что мы были с ней два лидера вот и я выиграла ее я тогда поняла что я больше никому не отдам победу здесь и тогда вот когда я выиграла именно третью встречу вот с девочкой из греции я как будто уже тогда выиграла европу после третьей встречи и после финала финал как бы я знала с кем буду бороться я знала что я не уступлю и спасибо лиза что была сегодня с нами я напоминаю что у нас в гостях была елизавета крылова победитель первенства россии и европы по вольной борьбе ну а мы прощаемся до следующей пятницы смотрите нас в 20.00 на телеканале барс всего самого доброго до новых встреч до новых встреч